приветствую всех дорогие друзья сегодня у нас с вами поистине уникальное событие я говорю вовсе не о своем возвращении буквально на днях вышла игра которую мы ждали с вами целых пять лет конечно же это more utopia 2 не сиквел не ремейк а можно сказать что новая постановка улучшенные декорации чуть-чуть переписанный сценарий но все такой же родной для нас город на горховне у игры была сложная судьба пришлось многое преодолеть ей чтобы предстать перед нами сейчас она смогла перетерпеть и экономический кризис и потерю спонсоров а также увы ее пришлось разделить на три части решение это далось разработчикам нелегко но иного пути не было поэтому сегодня друзья мы будем проходить игру за гару спика артемия бураха не за бакалавра даниила донковского к сожалению как это у нас по традиции принято но я знаю то что гару спика все любят это один из любимых персонажей многих игроков поэтому думаю что никто особо не расстроился другие компании нас ждут немножечко позже ну что ж друзья давайте без лишних слов начнем наше прохождение с вами вновь я теслер и мы начинаем прохождение за гору спика артемия бураха наша постановка начинается с полуслова возможно вы не сразу поймете что происходит но скоро картинка начнет складываться я снова играю в мор не могу поверить вот конечно же конечно же мор был бы не мором если бы не начинался с театра во главе с марком бессмертником что-то затевается ну что же бурах провалена ваша роль ничего в этот раз не вышло что за проклятая постановка уже вторая попытка и вот пожалуйте снова провал да ладно вам в первый раз хорошо получилось ну об этом простите не вам судить все выкладывались как могли все проехали ищите птицу у нее получаете расчет думаю он окончательный не надоели вам эти птицы головы мало с ними мороки вам было если кто принес хоть какую-то пользу так это они ну ну а я смотрю что театр снова играет у нас роль госпиталя ну как мы знаем от госпиталя до мертвецкой один шаг все знакомые нам персонажи теперь можно подсвечивать даже предметы небольшое такое упрощение сделали разработчики но поверьте игра намного намного сложнее можно определенно сказать то что нынешний бурах не справился со своей ролью бакалавр ты ли это второй играбельный персонаж друзья те кто не проходил мор бакалавр даниил донковский я не позитивист есть вещи которые нельзя подругать руками мне больше не доверяют они даже не позвали меня на совет где наши птицы да наверху где же им быть если ты про живых конечно про живых ну что же третий играбельный персонаж самозванка клара нет ничего ты смешной птицы оказывается были совсем не птицы а знаешь кто наклонись шепотом на ушко скажу пальцы это они тебе сами сказали ага так и сказали мы не птицы мы пальцы потому и назвали их исполнителями ты не устал? хочешь боль сниму головную? попытайся не умеешь же все равно ну давайте сходим к этим птицам исполнитель за расчетом ну окончательное сведение счетов сейчас идет в городском соборе кто там? начальство ну кто же еще? итак мы все переигрываем решение принимают в соборе теперь у нас вот так вот выглядит наш дневник мы знаем это еще со времен мраморного гнезда действительно классно сделанная вещь удобно все четко написано всегда знаешь куда идти так что эта идея мне очень понравилась а театр слушайте остался таким же вот вообще даже оформление ставили ну расширили его классно день двенадцатый последний в который гаруспик ставит точку с запятой удивительно для мора но мы начинаем с вами аж с двенадцатого дня то есть с конца игры давайте посмотрим на карту нас везде ненавидят видимо то что районы выжжены и осталось буквально несколько районов которые заражены чумой то есть последний такой оплот города трупы рваная записка грязный клочок бумаги чтобы прочитать надо ее коснуться и шлигин заразился анечков заразился ягсин заразился поручик заразился курбанов заразился бьюжин заразился капитан и заразился башку себе прострелил ха-ха ха-ха кошмар то есть армия уже из последних сил пытается сдержать мор но все тщетно все умирают кто-то сводит счеты с жизнью везде мор везде смерть жгут трубы кошмар горы шпик что ж ты наделал ничего не смог добиться крики массовые расстрелы даже в воздухе друзья повис мор он ползет по дорогам по домам окутывает весь город офицер не на что смотреть доктор штатная работа да работа палачей вы убиваете людей негодяи трудно поверить что наши солдаты хуже оккупантов отставить этот цирк живо вы лучше нас знаете что спасения от песчанки нет люди сходят с ума от боли и не отвечают за свое поведение мы избавляем их от мучений это раз не даем им заражать здоровых это два действуем по инструкции какая еще инструкция у нас есть инструкция ее составили ваши медики там сказано прямо способ заражения неизвестен передается прикосновением по воздуху через кровь и слюну и черт знает как еще мы потеряли половину личного состава и по делам идите доктор нечего морали читать делали бы вы лучше свою работу не пришлось бы делать нашу а лекарства как не было так и нет думаете мы хотим сжечь и стрелять по гражданским эти люди здоровые они вам на что сдались это мародеры повторяю ведем штатную работу вы своим делом занимайтесь а мы своим отпустили бы вы их двумя больше двумя меньше какая разница это действительно город уже умирает они последних живых людей расстреливают кошмар но это вообще жуткая картина ну мор конечно выглядит великолепно темновато сейчас ну ночь все таки но просто шикарно что у меня с глазами о спина знаю куда ты идешь хочешь совет говори саба только быстрее много времени не займет город потерян да и пес бы с ним но уклад потерян семья твоя потеряна за отца ты не отомстил путь его не прошел все семь малышей кто доверился тебе погибли только ты остался себя хочешь спасти нет ты ничего не знаешь еще не все потеряно этот мор можно остановить я затем и иду в собор они там сейчас решают стрелять или нет слушай совет ты думаешь что она тебя любит думаешь что она тебе друг а он нам всем враг потому что привез сюда пушки начинай разговор не с ней с ним начинай разговор ты ничего не знаешь она мой союзник действительно любимый трюк о спина со смертью то есть груспик он провалился по всем фронтам везде потерпел поражение огнеметчики сжигают буквально всех господи ужасная смерть я как вспоминаю этих огнеметчиков из оригинала так они и там селяли такой ужас я погибал от них больше чем от чумы ммм ха 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 какая милаха друзья это я про крысу ммм любопытное создание новоцвет мне не нравится надо перекрасить черный что думаете доктор да черный бы выглядел лучше я думаю для многих игроков новых это шок ну ничего удивительного друзья крыса разговаривает с тушканчиком это нормальные вещи для мора но на самом деле друзья это не тушканчик это тарбаганчик и это не выдуманное имя друзья тарбаганчики действительно существует это вид земляных зайцев и теперь в этой игре они заменяют у нас крыс да друзья крыс больше не будет в море ну точнее кроме различных крысиных пророков о чем мы узнаем позже но теперь тарбаганчики они везде они ходят прыгают пока что непонятно почему ввели именно их как степных существ вот смотрите это все они они прыгают 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 наверное мы узнаем почему их столько много стало в море вот здесь стоит конечно идти помедленнее потому что чума она близко друзья вот так вот у нас выглядит теперь чума новое облачко чумы очень круто так что она здесь карта города новые солдаты конечно внушают ужас я даже не представляю кто им придумал такую форму жуткую ну и дети дети как всегда играют даже во время мора во время чумы дети остаются детьми сюда дети как мы помним дети это одна из ключевых тем мора в особенности у гору спика дети для него это все а он не смог их спасти поэтому это полный провал ну и вот наконец таки мы добрались до гору до собора первый раз друзья я иду в собор как проигравший потерпевший полное поражение первый раз у меня такое но возможно кто знает нас ждет еще в будущем что сапок говорила то что нужно в начале поговорить с генералом наверное так и сделаем ну как называется такой человек а такой человек называется полководец это тот самый медик это тот самый медик что вам мы можем лечить эту язву я даже понял как доказательства ну это не совсем научно особая медицина традиции моего народа что за нелепый лепет ваше имя и должность артемий бурах хирург ясно дайте мне основания чтобы отменить приказ о бомбардировке у вас одна попытка я открыл рецепт сыворотки понадобится время для массового производства но он есть нет бурах если бы вы мне сказали что на рельсах стоят три цистерны с вашей чертовой панацеей и бригада столичных врачей готовая начать вакцинацию или как там это называется вот это были бы те слова а теперь назад пути нет слишком многим рискуем но мы работали всего 12 дней этого мало не хочет нас слушать генерал пепел слушаем что скажет инквизитор вы узнали все что мне было нужно этого достаточно не стоит переживать зачем ты пришел подтвердить что у нас есть средства борьбы с чумой с чумой но не с эпидемией какая разница все уже решили без тебя ты здесь не нужен и что решили кто ты такой чтобы мы отчитывались перед тобой провинциальный хирург лекарь самоучка практикуешь варварскую народную медицину впрочем я знаю кто ты ты тот на кого я ошибочно понадеялась а ты подвел меня вон отсюда мне нужен еще один день я знаю как добыть основу для своей сыворотки ее можно будет производить эй там взять его и вывезти аглая выслушай марк славны бубны за горами а к нам пришли что лукошка значит упорный хотите вторую попытку нет не вторую первую ладно поехали будем считать что последний поезд еще не ушел смотрите не опоздайте главное остановку не пропустить вы артемий бурах хирург вы возвращаетесь в родной город из-за тревожного письма отца сумерки и так друзья да играем мы за гору с пикартиями бураха нам написал наш отец мы не видели его уже очень много лет потому что учились за границей можно сказать ну не в своем городе и вот мы возвращаемся в родной город на горхоне на пуле поезде эммм однако я даже не знал что у меня есть попутчик попутчик как ты оказался в этом гробу в гробу был не я а ты зачем ты туда залез прятался от кого от смерти от нее рано мне пока еще вылезать рановато да значит тоже в наш город едешь гроб это лучший транспорт из всех возможных доставляет в такие дали куда даже мысль не достает ты похож на живого стало быть этот транспорт тебе пока не по карману безбилетник такой же как и ты да нет мы с тобой разного поля ягоды хм странный паренек ну я не осуждаю кто ты любят путешествовать в гробу о кажется приехали фанарь отлично теперь хоть фонарь у нас есть не то как в старом море просто что-то зажигалось непонятно что И освещал нам путь Ох ты Я гляжу, крупная авария А поезд-то не простой, друзья Поезд с гробами Поезд полный Мертвяков? Нет, нет, ни одного тела нет Ну, гробов точно И мы тут видим, друзья, огромного быка И начинает сомнение возникать в голове То, что на самом деле мы еще Не в городе на Гархоне Мы еще где-то в своих снах Как вы помните, мы, друзья, собрали с вами Награду за вещи и сны И теперь вот у нас такие сны будут Они интерактивные И каждый элемент в этом сне Он что-то значит Давайте поговорим С этими достопочтенными птицами Рельсы Рельсы, это красиво Они всегда ведут к одной цели И свернуть с нее невозможно Разве что только вот так Глупо Потерпеть крушение по пути Погибнуть Лишь бы только избежать своей судьбы Глупо Скучно Кто вы такие? Мы? Добрые люди И говорим тебе по доброте душевной Возвращайся в вагон Поезд скоро отправится дальше Этот бык Что он сделал? Это босс Турах Существо Из степных легенд Отец всего живого Из которого был сотворен мир А что он сейчас пытался сотворить? Глупость Жизнь никогда не остановит смерть И где же смерть? Как видишь По этой артерии Кровь больше не течет Впереди тромб Ты врач, говорят Есть ли у тебя с собой лекарства? Что за тромб? Что это за черные хлопья? Откуда нам знать? Ты же врач Иди и смотри А мы просто следим за тем Чтобы ни один поезд Не сошел с рельсов Ваш тоже вернем обратно Как только эта химера Уберется с дороги Значит времени еще много Быки упрямы Ах, друзья Помните, помните Начало Оригинального Мора Какие там были Замечательные слова Следы сверхъестественных сил Обнаруживают себя чаще Чем хотелось бы людям Разумным и просвещенным Из доисторических времен Выползают химеры Которым поклонялись наши предки Много столетий назад С низких небес Роняют на нас Хлопья пепла Режиссеры нашей судьбы Они скрываются под нами Над нами И среди нас до тех пор Пока мы не устремим взгляд Прямо в их лукавые Очи И тогда они Обнаруженные На мгновение Обретают плоть И погибают Но в предсмертных Конвульсиях Рвут окружающий мир Который по праву Считают Своей игрушкой Друзья Друзья Помните эти слова Как же их Не хватает В новом море И вот друзья Перед нами Живое доказательство Босс Турах Химера Создатель По сути Мира Мора Мира На горхоне И что он друзья Попытался сделать Он попытался Помочь нам Потому что Рельсы Рельсы Это наша судьба И куда они вели К нашей судьбе Но Босс Турах Хотел помочь нам Остановить Этот поезд Которого Был всего лишь Один путь Но Как мы знаем Есть силы Куда Более могущественней Чем Химеры Чем даже Босс Турах И нам Ничего не остается Кроме Как продолжить Свой путь По рельсам Это был просто сон Кости Восемь Счастливое число Я родился Восьмого числа Давай меняться Сокровенным Тогда ты первый Ну вот Собрать Ну твое Своей судьбы Не проиграешь Сон продолжается Друзья Да Это такой первый Он самый длинный Сон Возможно Начало Ну вот Умора Затянутая Немножечко И хотелось бы Все-таки Как-то Быстрее Начинать Но Для первого Раза Очень интересно Нажим Дамы Три хозяйки Прошу прощения Что помешал Петр Стаматин И Анна Ангел Все знакомые Друзья нам Персонажи Так Здесь у нас Выход Судя по всему Тут у нас Никого нету Ох ты Старшина Айон Как всегда Грозный Тяжелый кто-то По шагам Слышу Тяжелый В глазах Темно Я тебя не вижу Смерть моя Что ли Пожаловала Да у тебя Жар Горишься Воды бы Пить хочется И сохла Вся Воды принеси Водички Вода-то где? Во дворе Набери Трудно говорить Жди меня Есть Здесь есть Одна выжившая Давайте Возьмем Бутылочки И наберем Водицы Ну здесь Ну здесь Также у нас Во сне Присутствуют Первые элементы Обучения Вообще Обучения В игре Очень много Рожуют Буквально Каждый шаг Ну я думаю Это даже Полезно Для новичков Те кто первый раз Играют Мор все таки Очень непростая игра Особенно Второй мор Эй ребята Вы что Наделали? Свора У всякого По два Глазя И по два Ухи У многих По одному Носу И по одному Роту Ответь на простой вопрос Если глаза Поменять местами С ушами Правильно будет Что? Если нос Поменять с ротом Местами Правильно будет Как? Это вы его убили? Ты отвечай на вопрос Хайяло Ты же степняк Значит должен знать Я не знаю Ну так ступай Своей дорогой Хайяло Люди Не убивают Людей А вы Люди ли? Люди Не убивают Людей Трагики Как всегда Играют В кости Пить хочешь Попутчик? Хочу Вон она Вода За твоей спиной В деревянной бочке Ты прошел мимо Не в первый раз И не в последний раз Я увидел огонь Подумал Что мне сюда Как тот мутылек? А у тебя язык острый Не в первый раз Значит да? Сколько же раз Мы уже заново Начинаем игру А? Сколько раз Мы пытаемся Пройти ее Один и тот же сценарий Снова и снова И ничего Гару спика Не получается Ну надеюсь Получится у нас Давайте наберем водицы Гробы Мне кажется Попутчик уже здесь побывал Да? Уже всех успел запаковать Вот это да А может быть даже и не попутчик Смотрите кто тут Нет Вовсе не попутчик Все Я опоздал Сон что ли дурной увидел? Да Сон Надеюсь не вещий Хотя ты зачем разбудил вообще меня? Да тебя не добудешься Буди Не буди Все едино Беспокойный ты человек Что у тебя внутри? Хотел бы я знать Зачем тебе? Такой уж у меня характер Внутрь люблю проникать В самую значит сущность А в этом мы с тобой похожи Оказались мы друзья Встепицы Пусть мать Бодха Греет твои следы Халбаон Ты не забыл свой народ Так? Да? Баярла Халбаон Хорошее ли у тебя сердце? А кто об этом может судить? Мы сердцем Землю слушаем Есть пульс у сердца Есть пульс у земли Если они звучат в лад Ты слышишь язык земли и травы Язык тепла и холода Оглянись Слушай, Тангер Чьи это слова кругом? Что говорит земля? Я не разбираю этот язык Он мне непонятен Времени много прошло Давно ты тут не был Забыл все Сердце твое испортилось Атангер Дай нам посмотреть Не гнило ли? А как будешь смотреть? Бой покажет Чье сердце лучше слышит Кто разбирает Неслышную речь Посмотришь на мое сердце Моя плоть От плоти уклада Я не отрывался От своего народа Я тоже И обучение драки Драка в море Скажем так Осталась такой же корявой Может быть она выглядит Чуть по сравнению Но она такая же корявая Если честно И еще сложнее Теперь кого-то вообще Убить в море В честном бою Отпить дальше Ладно Будем продолжать бить Бедного степняка Удары слабеют Хорошо Блокировать Да, есть блок Который иногда спасает Ух ты Это жестко Не все атаки Можно отбить А у меня есть такая атака Которую Они не могут отбить Во время боя в блоке Дыхание восстанавливается Пусть прольется кровь Ну ладно Все, держись Сам напросился Все что ли? Нет? Ну ладно Ух ты Мы знаем то, что Во все времена Степняки решали Все силой Сдаешься? Ну ладно Обменяемся сердцами с тобой Халбаон Братьями станем Зачем тебе мое? Оно же гнилое В реке здоровой крови Капля испорченной крови Совсем растворится Нет меня и тебя Есть народ Хатанге С нами смешай свою плоть Добро Пусть будет так Давай с тобой Поменяемся сердцами Тоже обучение Обмену И мы снова Снова едем Да вылезай Знаешь, что Ты там Почти добрались Кости сыграем Хватит уж Наигрались Теперь не до игры Надо дело делать Что? Уже город? Ты не тревожься Не пропустишь Мы ж по рельсам едем Рельсы Они как судьба Всегда в одно место ведут Следующая остановка Последняя Настоящая Хорошо бы Ладно Занятно было с тобой Время скоротать Желаю удачи с отцом Заждался тебя Пади Должно быть Долго тянул я с отъездом Что ж, приехали Ну вот и наш дом Друзья Вот так вот мы быстро Приехали к нашему дому Рельсы всегда ведут Прямиком К нашему дому Сын мой Артемий Пишу тебе Теперь После стольких лет Разлуки И прошу вернуться Домой Как можно скорее Мне тревожно Боюсь, что нам Всем предстоит Нелегкое испытание Надеюсь, ты выучился На отличного хирурга Потому что твои знания Могут здесь пригодиться Я по-прежнему Единственный врач В этом городе Но я старей Мне очень нужен Помощник Письмо нашего отца К сожалению Писем В море Нету Их убрали Есть небольшие записки Очень жалко, конечно Я очень любил читать письма Так, что у нас здесь Родной дом Даже Во сне мы помним его Вот буквально Мелочи До детали Можно, конечно же Покопаться В ящичках Друзья Вы найдете там Различные такие Намеки Предметы Но Ничего такого особенного Нет Смеются Кто же смеется, друзья Над нами Режиссер Или нашей судьбы Я вернулся в родной город Из-за тревожного письма отца Но кто в дальней комнате? Давайте узнаем Ха-ха Продолжение следует... Продолжение следует... День первый, в который Горуспик выяснит, что его родной город изменился до неузнаваемости. Действительно, мы приезжаем в родной город, и тут на нас сразу же нападают. Вот так вот встречают бывших степняков. Ну что ж, друзья, будем заканчивать. Сегодня, друзья, у нас была вот такая вот первая серия. Вступление в игру, а дальше у нас начнется уже основной сюжет, первый день. На этом я прощаюсь. Всем огромное спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!